Представьте себе, что разработчики достаточно успешной игры Faeria вместе с создателем Magic the Gathering собрали 67 тысяч евро и сделали карточный рогалик. Не могу сказать, что это граньки успеха, но звучит ведь очень интригующе, не так ли? Ну что ж, погнали смотреть, что же это за игра Роджи Бук и стоит ли она внимания. Главных особенностей у игры две. Первая, это карта с продвижением героя. Вместо типичных путей в духе своей The Spire, здесь мы получаем средних размеров карту, где за многими скрытыми ячейками скрываются разные бонусы, сражения и события. Чтобы эти ячейки открывать, мы используем специальные краски и кисточки. Их изначально выдается 5 на каждую карту, но по ходу игры мы добираем новые из лута и таким образом получаем возможность открыть большое количество ячеек. Система достаточно интересная, но у нее есть два аспекта. С одной стороны, ты не так ограничен в возможностях, как в фрагаликах с фиксированным количеством событий. Здесь при должной удаче можно забрать целую плачку карт буквально в самом начале игры. С другой стороны, такая прогрессия приводит к ну очень высокой степени рандома. Хотя на базовой сложности на карте и подсвечиваются башни и ценные артефакты, то по ходу усложнения игры такие функции частично пропадают. Как результат, во многом успех забега зависит от чистого фарта, поскольку лутание тех или иных зон может закончиться как фееричным успехом, в виде крутых артефактов и так далее, так же и чистым провалом, если вы ничего не даете хорошего. Идем дальше. Вторая фишка игры это наличие фиксированного количества из двух героев. Ни одного, ни трех или четырех, как это часто бывает, а именно двух. При этом бои во многом заточены на том, чтобы герои постоянно менялись позицией, поскольку от позиций зависят определенные бонусы, а также возможности, которые дают нам карты и артефакты. У каждого героя есть своя колода и при каждой сдаче карты героев смешиваются, и таким образом мы получаем свою колоду для каждого хода. При этом всем игра сама подталкивает игрока к тому, чтобы комбинировать карточки разных классов. Есть, например, такая карточка с приняточкой комбо. Если ты используешь такую карту после того, как использовал карту другого персонажа, она стоит дешевле. Кроме того, типичная защита, которая у нас в играх обычно дается для каждого героя, здесь у нас используется на всю партию. Используя защиту, герой выходит в передний ряд. Используя защиту другого героя, который стоит сзади, тот герой, соответственно, меняется с позиции с передним. Благодаря этому мы получаем партию, в которой каждый герой выполняет свою функцию, и нам нужно постоянно думать о том, чтобы они давали какую-то хорошую синергию. Если говорить про прогрессию, то она реализована через прокачку ряда пассивок, которые могут и улучшить жизни героям, и добавить больше сокровищ, например, или других плюшек на карту, или увеличить шансы, что в тех или иных случаях выпадет карточка более редкого типа. При этом для прокачки используются странички книги, которые мы собираем по ходу прохождения, и при этом их можно получить гораздо больше, если будете играть на сложности повыше. Это, в кости, мотиватор хардкорности. Что касается героев, то их 4, причем открываются они постепенно, первые 3 сразу, а вот 4, честно говоря, я его даже не открыл. Хотя игру прошел и поиграл немало, но дело в том, что для его открытия необходимо после полного прохождения игры в третьем акте найти этого героя черепашку и еще вручить ей какой-то предмет, который тоже должен быть на этой карте. А это фактор весьма рандомный, потому что пройдя игру и попал на эту локацию несколько раз, я ее так и не встретил. Если очень коротко по каждому из героев, то Сорокко, это местный танк, у которого много способностей защитного плана. Шарра, это воин с хорошим прямым уроном и достаточно низкой живучестью. Сайфер, это герой, который активно использует союзников и накапливает ярость во мере впитывания урона. Когда ярость на максимуме, то его карточки дают двойной эффект, соответственно обнуляется показатель ярости. Что касается последнего героя черепашки, то ее упор сделан на исцеление союзников, но футажей с ней я вам, к сожалению, не покажу, поскольку подгорел еще до того, как смог ее открыть. И сейчас я расскажу вам почему. Но перед этим еще парочку моментов. Первое, в игре есть такая штука, как союзники. Это карточки, которые мы используем, они вывешиваются под нашими героями и они не пропадают. Такие союзники аносят урон, также по активации можно получить определенный эффект, например, исцелить союзников или поменять их позициями. У каждого героя есть таких карточек немало и, вот скажем, у Сайфера это вообще жесткий фокус, потому что он их кучу спаунит и они, по сути, могут делать всю работу, которую делают герои на поле боя. Очень сильная фишка. Второй момент, это сферы, которые мы порой встречаем на картах. С каждой сферой увеличивается количество поинтов, которые мы получаем во время боя. Соответственно, можно использовать больше карточек. И третий момент, то что на карте есть башни, которые позволяют открывать определенные локации вокруг, соответственно, тем самым расширяя зону исследования. Второе, есть небольшие феи, которых можно убивать по часть золота. И третье, то что на одной из локаций появляется герой, который ворует у вас артефакт. Если вы догоните его, то вы находите еще один артефакт в придачу. Еще такая интересная фишечка, то что если мы собираем очень много карточек, то мы открываем возможность прокачивать пассивные навыки, которые действуют на всю группу. Они достаточно жесткие, вариативные и, соответственно, они прям очень сильно влияют на процесс. И вот этот момент мне очень даже понравился, потому что это такой бонусный элемент покачки, помимо артефактов. А еще в игре можно скиллы связывать с камнями, таким образом получать какие-то эффекты. Например, можно уменьшить стоимость карточки. Или сделать так, что она будет появляться постоянно в игре. Или добавить какой-то еще эффект. Эта система работает неплохо и камни дают на самом деле существенный эффект. И вы знаете, это тот самый случай, когда, хотя игра выглядит сочно и играется в принципе нормально, но в ней нет чего-то такого, что захватывает дух. Возможно, после сложности и насыщенности Trios of Fire или свежего взгляда на механики от Roger Lords, я стал слишком скептичен. Но на мой взгляд, эта игра не дарит какого-то уникального опыта, которого ты ждешь от игры, во-первых, с весьма неплохим бюджетом, и во-вторых, с именитыми авторами. И если в рублях игра стоит еще более-менее, то в гривнах она может сравниться с достаточно именитыми играми, что на мой взгляд не очень обоснованно. Кроме того, как по личным ощущениям, так и по обсуждениям в стиме среди тех, кто предзаказал игру, баланс игры пока очень нестабилен. Это касается как сильного разброса в силе артефактов, так и врагов, которые наносят просто тонну урона и порой встречаются в ситуации, когда элитный враг или босс могут выносить игрока в одну критку. Несколько раз с очень сильной партией я проходил всех врагов без проблем, даже боссов, но встречая какого-то элитного противника, который просто легко контрит мою стратегию, я не мог из него сделать вообще ничего. И таких отзывов в стиме хватает. И в целом такие вещи постепенно фиксятся, и это особенность многих врагаликов. Но здесь, по личным моим ощущениям, над игрой еще нужно работать, и сейчас дисбаланс присутствует очень даже сильный. Игра во многом заточена на метапрогрессию, и по мере открытия пассивок игра становится гораздо легче. С одной стороны, это подразумевает, что прогрессия в игре будет ощущаться в достаточно долгосрочной перспективе. С другой, что в начале игры вы будете чувствовать себя гораздо менее комфортно, чем потом. По моим ощущениям, в целом эта система реализована нормально. И чувство, что я не могу выиграть у меня в игре не возникало, а это для меня очень важный критерий. Привет, вас спелл. Если бы еще не кривой баланс, то было бы вообще хорошо. Не поймите меня неправильно. В игре очень красивый визуал, красочная картинка, немало карточек для разыгрывок, есть возможность для комбинирования, есть пассивные перочки, куча артефактов. Но лично для меня это было настолько стандартно и как-то вот совсем не зацепило. Несмотря на сочный визуал, в части сражений все достаточно быстро приедается. И даже не открыв все уровни и не открыв последнего героя, у меня начало пропадать желание продолжать в нее играть. А если еще учесть высокую цену на игру, то, к сожалению, игру я рекомендовать не могу, хотя я уверен, что она многим может понравиться. На этом все, ребят. С вами был Зомби Вегас. Это было такое больше мнение об игре, потому что поиграл я хоть и немало, но все-таки не открыл всех возможностей игры. Поэтому, если вы поиграли больше, или вам игра понравилась, или не понравилась, пожалуйста, пишите по этому комментарии. Будет интересно почитать, обсудить. Возможно, вы подскажете зрителям позицию, которую я не озвучил. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, ставить лайки этому видео, чтобы оно продвигалось. И до скорых встреч в новых обзорах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok